Начало создания радиотелескопа относится к 1967 году, когда было сформулировано техническое задание на проектирование радиотелескопа в составе радиоастрономического комплекса Минвуза СССР и РСФЦР. Была поставлена задача создания радиотелескопа уникального по сочетанию высокой эффективности, точности и надежности с простотой и экономичностью изготовления и эксплуатации конструкций и аппаратуры. В августе 1968 года на межведовственной комиссии Алексей Федорович Богомолов от имени кооперации, которая возглавляла УКБМИ, представил предложение о создании следящего радиотелескопа с антенной диаметром 64 метра и эффективной площадью 1500 квадратных метров. Отсюда и название радиотелескопа ТНН-1500. Первоначально это предложение вызвало скептическое отношение и даже недоверие в руководящих кругах министерства. Руководитель антеннного отдела УКБМИ, Борис Алексеевич Копереченко, вспоминает, на одном из совещаний в ЦК КПСС мне задали вопрос, «Неужели вы хотите поднять на высоту нескольких метров целый стадион и при этом еще вращать его?» При огромной энергии Алексея Федоровича Богомолова и поддержке Александра Александровича Пистелькорса, Владимира Александровича Котельника, Льва Давыдовича Бахраха, проект был одобрен и рекомендован к реализации. А в начале 1969 года было получено разрешение о строительстве радиотелескопа на полигоне Медвежьи озера. Здесь такие этапы. Техническое задание было, потом после задания, которое мы сами себе написали, потом было техническое предложение, потом уже было решение о том, что можно взять за основу и приступить к строительству. Прежде чем мы делали вот этот радиотелескоп 64 метра, у нас уже был опыт. Мы делали 5-метровые антенны, 12-метровые диаметры, я имею в виду, 12-метровые антенны, 24 метра, 32 метра. То есть уже, конечно, опыт был таких антенн, но такого большого телескопа мы не делали. Мы отходили от технологии изготовления тех антенн, потому что не всё возможно было сделать с этим огромным зеркалом, с этими огромными приводами, с этими огромными устройствами угломестными, азимутальными. Весной 1969 года началось строительство фундамента радиотелескопа. Фундамент представлял собой 800 равномерно расположенных 10-метровых свай, соединённых монолитным железобетонным диском. На диске был установлен жёсткий силовой каркас, здание опоры. Как раз когда началось строительство, в это время мы отрабатывали радиолокатор, который потом полетел на Венеру. Я занималась антенной и облучателем антенной Венеры, и ходила, каждый раз, когда приезжала туда на работу по Венере, приходила к этому котловану и смотрела, как там идут дела. Вообще площадка была, это грандиозная площадка, вся была заставлена оборудованием, трубами, ящиками. Краны уже ставились, рельсы монтировались, рылся огромный котлован, потому что, представляешь, 10-метровые сваи забивались туда. Каркас нёс на себе до 60% массы опорно-поворотного устройства ещё до завершения бетонирования здания. Потом жёсткий каркас был забетонирован. Это было оригинальным решением, отступлением от традиций. Обычно антенная башня выполняется в виде каркаса, обшитого стальными листами. На железобетонную опору с жёстким каркасом устанавливаются азимутальные платформы на роликовом погоне. Здесь же видно здание. Для изготовления ряда металлоконструкций, здания опоры и самого радиотелескопа, не требующих станочной обработки, на полигоне треста металлоконструкций был создан производственный участок. Ещё одним оригинальным решением являлось использование технологического вращения азимутальной платформы на протяжении всего монтажа для упрощения пользования краном. Не было необходимости в строительстве дополнительных путей для перемещения крана. Просто площадка, на которой производился в данный момент монтаж, подгонялась под кран поворотом азимутального устройства. Сборка угломестного устройства. Она начинается с монтажа угломестных опор. Первая опора установлена. Установлена вторая опора. Угломестные опоры установлены. В них установлена ось, закреплены шестерни и противовесы. На опоры установлено опорное кольцо зеркальной антенны. Предварительно контрольная сборка опорного кольца была произведена на стапеле на земле. Полностью окончена сборка угломестного устройства с опорным кольцом зеркальной системы. Начинается монтаж корневой части каркаса зеркальной системы. Вначале корневая часть каркаса собирается на земле. Затем каркас монтируется наверху, на башне. Окончание монтажа корневой части каркаса. К этому времени наружные строительные работы по опоре здания в основном закончены. Значительные проблемы возникли в отношении схемы сборки и монтажа рефлектора. Вес рефлектора 800 тонн. Дело в том, что до этого при монтаже радиотелескопов в меньших размерах их рефлекторы весом до 50-100 тонн собирались и юстировались на земле. И уже готовые рефлекторы краном поднимались на опорно-поворотное устройство. Но в случае с ТН-1500 эта схема монтажа требовала применения весьма мощного крана, значительно более дорогого, чем поднимаемый рефлектор. Поэтому было принято нестандартное техническое решение, а именно собирать по частям и юстировать рефлектор непосредственно на опорно-поворотном устройстве. Для этого на корневой части каркаса была установлена специальная вспомогательная монтажно-юстировочная мачта. Раньше всё зеркало собиралось на земле, и зеркало целиком поднималось. Теперь с помощью вот этой вспомогательной вышки кусками и всё юстируется. На этой вышке стоит дальномерное устройство специальное, которое всё юстирует и сохраняет форму ту, которая нужна. Начало монтажа периферийной части каркаса зеркальной системы. В процессе сборки, чтобы не нарушать равновесие, монтируются противоположные части зеркала. Значительная часть создания зеркальной системы – настилка отражающей поверхности, подъём комплектов листов для укладки. На точно выверенной форме каркаса листы отражающей поверхности юстируются и закрепляются с помощью болтов. Большие листы, огромные, толстые. Каждый лист имеет свою форму. Каждый лист крепится. Потом весь профиль юстируется, чтобы он был действительно параболической формы. Секции листов, их по 50 штук, каждый упакован в ящик. Каждый ящик пронумерован. Известно, какое кольцо. То есть одно кольцо, второе кольцо, они же все разного профиля. Вот в каком ящике какие кольца. Они постепенно начинают укладываться. Кроме того, что это уже последнее. Настил листов – это последнее. Есть корневая часть зеркала, основа, опорное кольцо. Листы примерно полтора метра на полтора метра. Их очень много. Но ты же понимаешь, 1500 квадратных метров – это только эффективная поверхность. А их там 1700 квадратных метров. Вот 1700 квадратных метров разделили на полтора квадратных метра. Вот ты увидишь, сколько листов. Завершающей частью монтажа является установка опор контррефлектора, самого контррефлектора, и на зеркальные кабины с опорным облучателем. К началу 1976 года были собраны все основные конструкции и механизмы радиотелескопа. А к осени 1978 года строительство и монтаж радиотелескопа общим весом в 4000 тонн были завершены. Да. Первый раз. Калязинская была построена в два раза быстрее, за пять лет. Там все предусмотрено. Компенсация, материалы подобраны с компенсацией. Это очень серьезная вещь. Больше того, когда антенна смотрит в зенит, а потом начинает поворачиваться, материал просто оплывает. Сила тяжести, она начинает оплывать. И вот эти деформации должны компенсироваться. Мало того, что есть противовесы, которыми компенсируется вот это вот устойчивое зеркало, но еще и юстироваться все должно. В 1976 году уже было здание, и уже сразу начало монтироваться оборудование. Начали монтироваться двигатели приводов, начали монтироваться, начала монтироваться высокочастотная часть. Дополнительное время потребовалось для устранения ряда нештатных ситуаций. Ну, были трещины там, были в стенках противовесов, потом там лопнула наиболее нагруженная часть опорно-поворотного устройства, это угломестная ось. Ну, все это дорабатывалось. На это тоже ушло какое-то время. Готовая строительная именно часть антенной системы, после установки и наладки приводов, успешно прошла все запланированные испытания и проверки, именно строительные части. Например, проводились испытания на воздействие максимально допустимых динамических и ветровых нагрузок при аварийном включении тормозов. Проводились испытания работы радиотелескопа с максимальными скоростями на высоких углах места при слежении за низколетящими спутниками. Были достигнуты следующие механические характеристики. Пределы поворота по азимуту плюс-минус 295 градусов. По углу места от нуля до 90 градусов. Скоростью вращения. Режим малых скоростей 2 угловые минуты в секунду. Режим больших скоростей 1,5 угловые градуса в секунду. Суммарная погрешность формы зеркальной системы. Средний квадрат отклонения поверхности 2,4 мм. Рабочей скоростью ветра до 14-18 метров в секунду без ограничений точности наведения. До 20 метров в секунду с некоторыми ограничениями. Нерабочая скорость ветра радиотелескоп выдерживает до 40 метров в секунду. Рабочей температуры от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Следящий параболический радиотелескоп с антенной диаметром 64 метра. И эффективной площадью 1500 квадратных метров. Тейна 1500. Это общенациональная ценность и предмет особой гордости УКБ МАИ. Это грандиозная вещь. Недаром всего вот таких полноповоротных... Ну, сейчас китайцы там догоняют, японцы делают там свои зеркала. Но ведь когда было построено вот это зеркало, этот радиотелескоп, это было всего... В мире было 10 радиотелескопов во всем мире. Один в Голлстоуне, один под Мадридом, там, значит, еще один был раньше сделан в Евпатории, в Уссурийске строился, потом в Канбере. Уникально, что, допустим, в 11-12 радиотелескопах двумя владело именно УКБ МАИ. Ведь обратим внимание, как были построены Голлстоун, это Южная Америка, в смысле Юг Северной Америки, да? Потом Мадрид, Мадрид, да, Испания. Потом Австралия, Канбера. Так вот, так, чтобы, когда летит вдаль, в дальнем космосе космический аппарат, то как бы Земля не была развернута по отношению космического аппарата, хотя бы одна из станций его видит. Построены они, конечно, проекты были американские, да. Мы не использовали американские станции. У нас были большие, значит, 32-метровые антенны и 24-метровые антенны, которые стояли на кораблях больших, это Академик Королёв, Комаров, Гагарин. Эти большие корабли, они уходили в Индийский Тихий океан, и мы делали свою сетку. У нас сейчас не один рупор, у нас сейчас облучатель имеет 5 рупоров. У нас там, почему каждый рупор, он, значит, имеет свой рабочий диапазон. Каждый рупор нагружен на свой тракт, СВЧ, тракт сверхвысоких частот, да, на свои фильтры. Каждый тракт нагружен на передатчик и на приёмник. Он имеет, значит, каналы левой поляризованной волны, правой поляризованной волны. Это очень сложное хозяйство, это грандиозное хозяйство. А это у КБМИ, значит, у КБМИ. Ты видишь, что это такое? Это антенна, это зеркало, антенна, зеркало. А это как бы облучатель, а это как бы лучи. Вот, ну вот видишь зеркало, вот оно, синее. Видишь зеркало? Синее. А это как бы орбита и спутник летит, видишь, точка красная. А это как бы орбита и спутник летит.